В подмосковной Коломне бандиты зарезали депутата горсовета, члена бюро горкома КПРФ, борца с жилкомхозовской мафией Сергея Голубцова. Он боролся с повышением тарифов ЖКХ и местной коррупционной сетью в похоронной сфере. За два месяца до убийства Сергей Голубцов уже был трижды ранен ножом. Преступники бросили его истекать кровью в гаражах. Но в тот раз он выжил. Смелый депутат-коммунист после операции продолжил бороться с коррупционерами, за что заплатил жизнью. А это уже Липецкая область. Тридцатилетнюю мать двоих детей довели до самоубийства. Надежда Шаховцова шла на выборы от КПРФ в деревне Чермашное Измаиловского района. Жизнь деревни завязана на одном сельхозпредприятии. Муж и все родственники работали в одном месте. Вместе с ними трудилась Надежда Шаховцова. Как только на работе узнали, что она кандидатка КПРФ, пригрозили уволить всех родственников и ее саму. Женщина написала отказ от кандидатства и через два часа покончила с собой. Что происходит? Почему? Дело в том, что на федеральном уровне, в ЦИОМ и все остальные так называемые независимые социологические центры якобы показывают чрезвычайно высокий рейтинг Единой России. На самом же деле наши замеры говорят о том, что ее рейтинг падает постоянно. И для того, чтобы соответствовать этим липовым, в ЦИОМ и всем остальным данным, которые дают в запредельных рейтингах Единой России, чтобы соответствовать им, включается полный административный ресурс для того, чтобы подтянуть результаты выборов к тем рейтингам, которые навязываются избирателям на федеральном уровне. «Если вы не откажетесь от выборной кампании, убьем вас и всю вашу родню». Примерно так. Одной фразой можно объединить угрозы кандидатам из других областей. В Рязанской области бандиты обещали расправиться с Галиной Гнускиной, первым секретарем САСовского района КПРФ, если она не откажется от предвыборной гонки. На Кубани с судоремонтного завода «Звездочка» был уволен Виктор Клюга, только за то, что стал кандидатом КПРФ Темрюкского района. По каждому из этих вопиющих фактов, депутаты КПРФ настояли на самых активных действиях правоохранительных органов. «Основная угроза и фальсификации итогов и нарушений идет от ряда регионов, от ряда местных отделений партии «Единая Россия». И мы чувствуем, что там, где результат их тревожит больше, там больше этих нарушений, больше всякого давления, больше черного пиара, больше попыток снятия наших кандидатов». Несмотря на мощь вероломной атаки грязных манипуляций, в некоторых регионах КПРФ все же удается отстоять своих кандидатов. В Омске Верховный суд признал подкуп и запугивание депутатов и глав районов в деле Олега Денисенко. Перед самыми выборами его восстановили в кандидаты на пост губернатора Омской области. А в Нижнем Новгороде в поддержку своих кандидатов собрались тысячи нижегородцев. На митинге они требовали прекратить провокации и дать людям сделать свой выбор. К сожалению, в большинстве регионов ситуация уже критическая. Тихие выборы, кроме человеческих жертв, принесли и тяжелейший урон экологии. В Иркутской области из-за предвыборной гонки власти бросили горящую тайгу вокруг Байкала на произвол огня. Сотни квадратных километров тайги охвачены огнем, от дыма задыхаются местные жители и туристы. Большая часть байкальского заповедника может исчезнуть навсегда. Власти, по сути, бездействуют, но зато активно проявляются в применении админресурса, и все силы брошены на манипуляции и запугивание конкурентов. С огнем борются лишь добровольцы из местных жителей и неравнодушные к судьбе Байкала люди, а иркутским начальникам некогда. А вот как с избирателями разговаривают представители Единой России. Это тоже тихие выборы, только наоборот, самый громкий скандал. В Рио губернатору республики Мариал Леониду Маркелову не понравились жалобы людей. Не царское это дело – выслушивать жалобы холопов. Партия власти не в состоянии честно конкурировать хоть на тихих, хоть на громких выборах. Уровень доверия граждан к избирательной системе становится все ниже и ниже.